А тем временем в фокусе внимания столичных чиновников предприятия, ответственные за поставки продуктов в муниципальные детские учреждения. На традиционном заседании коммунальных служб столичной мэрии Кишиневский городоначальник недвусмысленно намекнул подчиненным. Возникнет хоть одна дурно пахнущая история, пощады не ждите. Уже на будущей неделе начнет рейды по пищеблокам, сформированные при мэрии группа, в которую вошли и специалисты, и муниципальные советники. Проверки будут длиться два месяца. Чиновники попытаются не просто следить за качеством продуктов, но и за всей цепочкой поставок в рамках введенного с 1 февраля в детсадах единого меню. Свою роль, говорит мэр, должны сыграть и родители. Зашла речь и о поборах в школах и детсадах. Мэр потребовал, чтобы список доходов и расходов каждого учреждения был вывешен на самом видном месте. И родители могли с ним ознакомиться. Пообещал лично проверить его наличие во время внезапных проверок. И если не найдет, руководство может попрощаться с креслом. Вице-мэр отчитала, за ситуацией со сбором денег власти города будут следить и другими способами. Сегодня будет лантировать вопросов о корупции в обучении, по-другому, мы будем идентифицировать уровень корупции в обучении. И будет инструментом для предупреждения и бороться к феномену коллекции платилов информации в школе и городской. В северале по марту сотрудники НЦБК проведут цикл семинаров для педагогов и руководства учебных заведений, в которых объяснят последствия участия в коррупционных схемах.